15 предприятий и более тысячи машин сегодня обеспечивают работу общественного транспорта в Севастополе. Но количество и высокая конкуренция не всегда залог качества предоставляемых услуг. Практически за каждым предприятием числятся серьезные нарушения. Состоянием на 10, 11, 12 года проведено 16 плановых проверок и 35 внеплановых проверок соблюдения лицензиатами лицензионных условий, в результате которых 11 лицензий аннулированы, вынесено 16 распоряжений на устранение нарушения лицензионных условий, а также за данный период были проведены 18 проверок СПД. За данный период были составлены 1116 актов во время проведения рейдовых проверок. Только с начала года автобусы и маршрутные такси стали причиной 11 ДТП, в которых пострадали 18 человек. По результатам операции перевозчик «Зима-2012» управление ГАИ обнаружило серьезные недочеты. Правоохранители проверяли не только сами транспортные предприятия, но и процесс выхода машин на линию. Среди главных нарушений – внегаражное хранение автобусов и маршруток и отсутствие положенного техосмотра машин перед выездом. Понятно, что заканчивают поздно работу, ехать в парк не хочется водителю уже, потом добираться оттуда домой. Проще поехать на автобусе домой, поставить его там где-то во дворе и утром поехать на маршрут. Но с этим нужно бороться, автобусы должны все храниться в парке. Проверки показали, что зачастую автобусы выходят на линию практически без осмотра. То есть визуально там механик что-то подошел, рядом свободная яма, автобус на нее даже не заезжает. Кроме технических замечаний к перевозчикам есть и вопросы по качеству предоставляемых услуг. Главные проблемы здесь – несоблюдение расписания и маршрутов, бескультурия водителей и непредоставление положенных льгот населению. Теперь каждое нарушение будет поводом для пересмотра предоставленных лицензий. Зачем может последовать и разрыв договора с перевозчиком? А в недельный срок все транспортные предприятия должны разместить объявления на каждом автобусе и маршрутке об обязательных двух льготных местах в салоне общественного транспорта. Все жалобы, которые поступают на конкурсах, будут учтены. Я вам обещаю. Давайте все-таки работайте, давайте все-таки раз договорились, это договоренность выполнить. Потому что ваши сегодня водители, в основном арендованная техника, мало того, что не стоит на базе, мало того, что неизвестно, где там ремонтируется и как себя ведет, еще и работает так, что вы фактически, получается, не влияете на их работу. Пора уже переставлять, пора наводить в этом порядок. С 12 по 18 ноября в Севастополе проходит неделя безопасности дорожного движения. Сотрудниками ДПС запланирован ряд операций. Среди них – внимание пешехода на дороге, мобильный телефон и ремень безопасности. Главная цель проверки – не административное воздействие, а профилактика соблюдения правил дорожного движения. Анастасия Крапивко, Денис Корвель. Программа «Наше время». Значит, всем будут.